Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей Калёна, я являюсь автором книги «Чаровное сыроедение» и сегодня мы поговорим о том, как прорастить гречку. На самом деле, конечно, тема такая глубоко избитая, но все равно хочется ответить на ваши вопросы, которые вы мне часто задаете относительно проростков, в частности, гречки. Ну, во-первых, конечно же, каждый сыроед рано или поздно начинает понимать, что та гречка, которая продается в супермаркетах, гипермаркетах, является просто денатурированным продуктом, который употреблять нельзя. То есть она жареная, она прошла термическую обработку, и вы можете это заметить на примере, когда вы берете эту гречку, просто заливаете водой, через 20 минут она приобретает тот вид, как будто бы вы ее варили. И, ну, то есть она вообще не отличается ничем, она также раскрывается, она становится набухшей, она цвета обычной вареной гречки, поэтому, конечно же, этот продукт не имеет права находиться на столе у сыроеда. Теперь вопрос, да, какая гречка полезная? Полезна та гречка, которая на вид зеленая. Вот вы берете горсть зеленой гречки, и она реально такого светлого-светлого цвета молодой травы, ну, где-то бежевый, да, может проскальзывать. Ну, то есть на самом деле она выглядит очень живой. Теперь как проверить вообще, является ли она, по сути, качественной, да, потому что иногда бывает так, что купишь в магазине гречку, ну, в магазине имеется в виду специализированном, да, где это все продается, где сухофрукты, где орехи и так далее, да, то есть где все натуральное. Купишь гречку, но она при проращивании прорастает очень слабо, то есть мы должны выбирать все равно качественную продукцию. Понятно, что тут задаемся сразу вопросом, а вообще имеем ли мы право есть проростки? Вот, смотрите, у нас всегда люди, которые на традиционном питании, они задают вопросы, ну, как же вот вы всем рассказываете, что есть животных плохо, ну, просто на основании того, что эти коморальные принципы нарушаются, да, то есть мы убиваем живое существо. То как вы едите вот овощи, там, зеленые, там, растения, тем более, там, проростки, потому что это все-таки тоже живые организмы, да, и энергетика у них, ой-ой-ой, какая, то есть серьезная. И некоторые растения светятся гораздо интенсивнее, чем некоторые люди. И тут, конечно же, такой вопрос, да, а действительно ли мы имеем вообще их есть право, да, или все-таки нам нужно перестроить свое питание и перестать их употреблять пищу? Здесь нужно включить свою разумность и посмотреть на эту ситуацию водка. Каждое растение способно отдать то или иное количество своей зеленой массы. То есть мы сейчас что делаем? Мы живем во время, когда все решают деньги, и растения выращиваются исключительно для того, чтобы их монетизировать, да, так или иначе. В итоге мы получаем абсолютно кощунственное отношение к растениям. У растения нужно брать только ту часть зеленой массы, которая не навредит ему и позволит дальше отплодоносить. Да, то есть если, например, это зелень любая, ну, петрушка, укроп там и так далее, то есть мы берем столько зеленой массы, которая не нарушит как бы жизнедеятельность растения настолько, что она не сможет жить дальше. Да, то есть это вот обязательный момент. Если мы говорим об огурцах, помидорах, там еще о чем-то, то в принципе здесь вопрос автоматически решается, да, то есть здесь мы едим только плоды. Относительно других растений, в том числе дикоросов, такая же должна быть парадигма, то есть все то же самое. Теперь, если мы посмотрим на проростки, то мы увидим, что любое пророщенное зерно или семечко, оно наклевывается. И значит, это свежий организм, живой, да, который имеет энергетику, оно так или иначе разумно. Хотя нам кажется, конечно, что это не так, но это так. Вот. И съесть его, это все равно, что съесть живое существо. И мы в этот момент ничем не отличаемся от людей на традиционном питании, ну то есть те, которые на мясоедении, да. И в итоге, что нам делать? На своей практике могу сказать, что я, ну это даже неправильно сказать, проращиваю, я замачиваю любое зерно, в том числе зеленую гречку, до того состояния, пока она не проклюнулась. То есть как это выглядит технически? То есть вы берете, заливаете, ну например, зеленую гречку, раз мы о ней говорим, заливаете ее, она у вас стоит, ну там час, да, например, полтора. Вы все это промываете несколько раз. Можно оставлять немножко воды, можно вот в том состоянии, в котором она есть без воды, оставить, потому что она уже набухла, она набрала энное количество влаги. Вот, и ждем, да, в теплом помещении, либо я даже в холодильник отправляю, если я, например, не планирую съесть весь объем проростков, да. Ну проростки, в моем случае, это, конечно, такая, в кавычках, да. Вот, то есть я жду, пока зерно не наберет полный объем влаги, да, то есть оно не набухнет полностью. И когда оно уже набухло до состояния, пока не появились проростки, я его употребляю в пищу. О чем это говорит? То есть вот семечко, да, и зерно любое, неважно, оно набирает силу, оно набухает, то есть происходят процессы внутри зернышка, которые именно нам и нужны. То есть все микроэлементы, витамины, там энзимы, масла, да, если мы говорим о проростках, там все равно масла есть. То есть все это есть, даже в проснувшемся зернышке, то есть там не нужно ждать реальных проростков. Вот вы должны это понять, что польза, она будет, то есть она никуда не уходит. Но вот этого неправильного с точки зрения этих моральных принципов поведения по отношению к проросткам не будет. То есть здесь все закономерно, потому что в горсти проросточков там просто целый мир, да, и если вы во имя сыроедения съедаете ее, то понятно, какое количество живых организмов в этот момент вы поглощаете. Ну, что не является хорошим тоном, да, что не является правильным. Соответственно, вот на своем примере я могу сказать так. Вот если вы берете и замачиваете, ну, две горсти там гречки, да, зеленые, вы сразу ее не съедите. Ну, это просто физически невозможно, потому что на средине наедаешься очень малым количеством пищи и чувствуешь себя очень хорошо. Соответственно, это где-то, ну, вот такая крупная горсть, да, вы за один раз съедите. Что делать с остальной массой? Я все, например, настаиваю, да, все это у меня в теплом состоянии час-полтора, все потом промываю хорошенечко несколько раз и отправляю в холодильник. То есть в данном состоянии семена, семечки, все остальное там, злаковые, да, это все не прорастает. То есть оно в набухшем состоянии находится еще иное количество времени. Соответственно, если я пророщенные там зернышки скушала с утра, в обед и вечером, да, то есть я на сутки себе все это сделала, все это в холодильнике стоит, оно не протухает, не закисляется, ничего с ним не происходит. И вы можете спокойно этим всем пользоваться. Ну, да, от меня такой лайфхак, да, потому что я знаю, что возиться каждый раз с замачиванием гречки, но это просто нереально, это неудобно. Я делаю вот так, да, то есть я не дожидаюсь момента, пока он наклюнется. Как только наклюнулся, появился маленький росточек, все. Это живой микроорганизм, который пригоден только для того, чтобы его посадили. Вот, в пищу я такие вещи, конечно, не употребляю. Ну, вот так, да, дорогие мои. Я думаю, что с этого ракурса вы еще не слышали о проростках, и в частности о зеленой гречке. Поэтому, дорогие мои, приятного вам аппетита. Набирайте сил и крепкого вам здравия. Подписывайтесь на мой блог Андрейка Алена по ссылке под этим видео. Подписывайтесь на мой канал Теровное Сыроедение. Хорошего вам настроения. Субтитры сделал DimaTorzok